Добрый день! Сегодня у нас Мастер Морфикс от компании Юксин. Он вот из такого набора, нестандартного. Там есть Мастер Морфикс, тортик, яйцо и вот такая вот лодочка. Про тортик я уже из этого набора рассказывал. Про яйцо и лодочку выйдут уже потом обучающие видео. Обзоры на канале где-то были. Ну а Мастер Морфикс будет сейчас. Я их, конечно, уже извлек и обратно вставлять не хочу. Поэтому вот коробочка отдельно. Всякая тут техническая информация. А вот головоломки. Тортик был. Эти когда-то были, хоть и давно, и другого цвета. Вот Мастер Морфикс. Сейчас рассмотрим, если он увлекся. Выполнен в таких вот пастельных, светлых, теплых, легких тонах. Может быть и не теплых. Я не очень цветовой эстет. Ну, вместо красного розовый, вместо синего голубой, вместо зеленого такой вот салатовый. Ну и желтый, через который просвечивают другие элементы. Хорошо ли это для Мастер Морфикса? Просвечивает. Ну так. Не самая любимая моя расцветка, но она бывает. Для сравнения у меня есть компания других. Такой. Такой. Вот такой. И вот такой. Я собрал только классические Мастер Морфиксы без всяких стикер модов. А они тоже бывают. И пока только 3х3. Их вот теперь у меня 5. Напомню, что целенаправленно я Мастер Морфикс от Юхсина покупать не собирался. Купил его вместе с набором, так как нужен был тортик. Это был экономический выгон, да и яйцо с лодочкой были интересны. Чтобы были в двойном экземпляре. Мастер Морфиксов давно на канале не было. Поэтому, наверное, есть смысл напомнить, что это шейп-мод обычного кубика 3х3. То есть трешка в виде пирамидки. Но на самом деле это кубик 3х3. И здесь все элементы из обычного кубика Рубика. Просто выглядят они немного по-другому. Центры стали двухцветными. Ребра одноцветными. А углы часть остались трехцветными. А часть стали одноцветными. Вот такая вот интересная и очень хорошая головоломка стала существовать, когда ее придумали. При перемешивании свою форму меняет. И становится еще привлекательнее. Сейчас мы ее, конечно, соберем. Потом я расскажу, как оно по сравнению с остальными. Вот примерно такой вот Мастер Морфикс. Здесь всего четыре цвета. А в головоломках, которых нет белого цвета, я обычно начинаю с какого-нибудь синий-красного. Вот здесь есть синий-розовый. Обучающее видео на канале есть. Если не забуду, положу ссылку в описании на Мастер Морфикс 3х3. Там есть и основы F2L, и совет по скоростной сборке этой головоломки. Обучающее видео также есть на модели 2х2, 3х3, 4х4 и 5х5. Быть может, в скором времени будут и остальные. А Мастер Морфиксы бывают вплоть до таких. То есть это 10х10. И туда все вращается. 11х11 пока не сделали. Но уже этого достаточно. Начнем с синий-красного. Вот у нас розовый. Розовый элемент стоит уже хорошо. Этот нужно поставить сюда. Все розовые такие ребра трапеции, они одинаковые. Поэтому можно любое поставить туда, куда нужно. Вот встало. Ну и синий, все остальные на местах стоят. Давайте рассмотрим случай, когда стоит криво. Вот так стоит кривый элемент. Ну и его можно очень легко на своем месте развернуть. Спускаем, поворачиваем. Поворачиваем. И ставим обратно. Ну тут вот этот хорошо становился. Но за три движения можно развернуть любой. Дальше нужно совместить с центрами. Вот два синих ребра. А тут центр зелено-розовый и розово-желтый. Ну как-то они по цветам не подходят. Хоть и по форме хорошо. Повернем чуть-чуть. Чуть-чуть повернем. Тут у синего есть шанс. А у розово-желтого нет. Ну, значит повернем еще. Дальше мы, как на многих шипонах, развернем центры. Для этого поднимем наверх. Отведем в сторону. Повернем синим. Поставим. Если форма совпадает, значит вернем вниз. Так поступим с каждым. Наверх. В сторону. Другой синий. Подводим. Сюда. Розовый по форме совпал. Если по форме совпалого цвета нет, нужно делать оборот на 180 градусов. Ну или можно это за два этапа. Это там тыка тоже понять. Так. Ну и вот. Крест собрался. То есть и цвета, и форма, и здесь все совпадают. Дальше собираем первый слой. Вот такой вот. Здесь не хватает. Ну, один уголок есть. Второй розовый сюда нужно поставить. Сюда трехцветный. Давайте найдем маленький розовый. Его ставить проще всего. Он симметричный. Поэтому простым пиф-пафом можно на место его установить. Так. Дальше. Здесь должен быть розово-синий-желтый угол. Розово-синий-желтый. Вот он. Ну, в обучающем видео я рассказывал, как можно тут все просчитывать. Ну, можно и просто крутить пиф-пафы, пока оно на место не встанет. Синий стоит. Сюда нужен синий-розово-зеленый. Вот он такой. Здесь я сделаю вот так, чтобы сразу встал на место. Ну, можно крутить пиф-пафы, пока не соберется. А можно вообще при помощи F2L собирать. Кому интересно, посмотрите обучающее видео. В конце есть основа F2L. Дальше. Нужно собрать второй слой. Вот эта трапеция должна стоять здесь. Вот, конечно, можно отсюда поставить. Но надо ставить с той стороны, где она по форме не совпадает. А здесь не совпадает. Значит, отсюда ставим сюда. Иначе она будет перевернутая. Обычный алгоритм из кубика 3х3. И все остановится. Сюда розовое. Вот розовое ребро. Справа налево ставим. То, что стоит здесь криво. Так. Ну и сюда синий. Здесь стоит ровно. А здесь стоит криво. Значит, отсюда будем ставить сюда. Так. Дальше. Нужно собрать крест на верхней грани. Тут есть разные подходы. Но мне проще сначала расставить правильно. А делается это рыбками. Кстати, здесь пока по цветам все совпадает. Допустим, что нет. Какую-нибудь рыбку сделаю. Вот. Допустим, что по цветам не совпадает. У нас стоит вот этот элемент. По цвету правильно. И этот. По форме пока не важно. А эти нужно как-то переставить. Чтобы их переставить, нужно сделать либо правую рыбку, либо левую. Правая переставит элементы против часовой стрелки. А левая по часовой. Желтый стоит вроде хорошо. Значит, он встанет вот сюда. Будет тоже хорошо. Зеленый перейдет сюда к зеленому. А желтый сюда к желтому. Значит, делаем левую рыбку. Чуть клинит. Но мне удалось. Зеленый зелеными, а желтый желтыми. Дальше смотрим на ориентацию. Вот эти зелененькие стоят хорошо. Вот эти было бы неплохо развернуть. Но мы знаем, что алгоритм разворота под названием галка, он также ребра переставит. Можно даже знать, как именно. Сейчас сделаем галку и увидим. Все это можно без остановки дальше делать. Вот у нас. Теперь ребра все правильно ориентированы. И осталось их переставить. Если делать правую рыбку, все станет хорошо. Так же есть другой подход к этому делу. Можно центр разворачивать в конце. Но мне больше нравится делать это вначале. Дальше мы должны переставить уголки. Но они чудесным образом встали все сами на свои места. Поэтому я их сейчас сломаю. Чтобы было немножко поинтереснее. И мы их переставим. Вот так обычно выглядит третий слой мастерморфикса. Надо их переставлять. Смотрим, кто на месте. Вот этот желто-зелено-синий стоит на месте, хоть и неправильно повернут. Но остальные явно не на своих местах. Мы можем сделать обычный алгоритм из кубика рубика, из метода для начинающих. И вот эти вот три постепенно переставлять. Если мы сделаем один раз, очевидно, что успех не будет. Поэтому придется делать еще один раз. А зеленый не на месте. Дальше можно элементы разворачивать. Но два вот этих всегда развернуты правильно. Так как они симметричные. И разворачивать надо либо два, либо один угол. Делается это обычными пиф-пафами. Если в конце остался один, то это псевдопаритет, флип угла. Но он тоже решается поворотами. То есть мы вращаем. Вот этот пока не развернется. А оставшиеся пиф-пафы до шести на каком-нибудь одноцветном. Держим слева. Сверху. Делаем пиф-пафы. Один. Второй. Он развернулся. Подворачиваем сюда желтый уголок. Делаем еще четыре пиф-пафа. Так. Те, кто не умеет собирать мастер-морфикс или кубик рубика 3х3, не воспринимайте это видео как обучающее. Здесь просто пример сборки и возможности головоломки. Хотите научиться, в описании будет ссылка на подробное на полтора часа обучающее видео. Там все возможности ситуации, все моменты рассмотрены. Но в итоге мастер-морфикс собран. И что можно о нем сказать? Сравним с коллегами. Здесь у нас это Юксин. Единственный розовый. Это Сэнксо. Но в старой расцветке, говорят, сейчас они выпускают вот в таком виде, с такими цветами. Не покупал. У меня древний-древний. Мне нравится этот зеленый, такой темненький. Чаи. Мастер-морфикс. Есть. Это от Мою Кубиных Классром. Ничем-то похожий с Юксином. Но просто обычный. Ну и от YJ. Мастер-морфикс вот такой. Ну, те, кто смотрит мой канал давно, знают, что самый крутой мастер-морфикс вот такой. YJ пока лучше никто не сделал. Никто так же не сделал пока и магнитной версии. Там и Викуб уже выпустили магнитный. Причем не модификацию, а именно серийно-производимый. Но мастер-морфикс пока нет. И вот это самый хороший. Хотите крутой мастер-морфикс, чтобы собирать его быстро, приятно и от души, то вот он. YJ мастер-морфикс. Плох ли вот этот Юксин? Нет, неплох. Обычный мастер-морфикс. На нем всего пара сборок, поэтому где-то он цепляется, где-то он там чуть туговат, но вполне корректно вращается. У меня есть версии от Lanlan, но цветные всякие с расцветками, те вращаются очень тяжело. Поэтому по сравнению с ними Юксин вполне неплох. Если сравнивать вот с остальными, то и примерно один и тот же уровень. Это вот от Чи, чуть поплотнее такой, попышнее. Его чаще можно, наверное, купить. Вполне того же уровня мастер-морфикс. Ну, сейчас вот при сборке немножко локапил. Но я думаю, это пройдет. Из минусов, вот детальки просвечиваются. Но опять, как я сказал, если вы хотите один мастер-морфикс купить, лучше YJ. Да? А если вы хотите купить набор дешевых, интересных головоломок, которых у вас нет, то и с Юксином ничего страшного, проживете. Очень мало кто будет собирать его на скорость. А для обычной спокойной сборки он вполне тоже подойдет. Большие мастер-морфиксы, естественно, стоит покупать только от Цинксо. Так как там конкурентов особых-то и нет. Только в 4х4 от Мою есть. Но 3х3 здесь, конечно, у Айджей уступают. Эта головоломка очень удачная. Со мной она давно. И очень радует. Вот такие вот у меня теперь мастер-морфиксы классические. Пишите, сколько мастер-морфиксов у вас. А у меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока.